Программа работы Международного волонтёрского археологичного лагеря разностаивная и насыщенная, а прича непосредный раскопок, ознайомление сучастной Беларусью на прикладе Луева, удел у Днях Беларусской культуры и приведение вечерин национальных культур. Уденники лагеря обещают рассказать об своих краинах и почаставать национальными стравами. Деолог на узроу незвычайных грамадян – это одна задача Международного лагеря. Подчас находжения в Беларуси есть махчимость ближее познайомиться с ее историей и культурой и доведется шмак нового. Молодые люди прознаются, до приезда сюда в нашей краине практически ничего не ведали и ведьми издевились, коли оказалось, что тут живут гостинные люди. До того, как я приехала в Беларусь, я только посмотрела брошюру для туристов. Первое, чем я столкнулась в Беларуси – это гостеприимство. Люди всегда были готовы мне помочь. Волонтёрский лагерь у Луеви – проект международный. Терроте его организаторов – Белорусская лига доброохотной праце молоди. Немецкая организация по захованию спадщины, Институт истории, Национальной академии наук, Луевский рай Ваканкам, Дача Танаса Жнивня, Ягоуденники будут допомогать белорусским ученым проводить раскопки на территории сторожитных поселища, а в якем поколе ведомо не шмат. В археологическом смысле было известно, что здесь есть отложения времен Древней Руси, но не было известно ни их распространения, ни их мощность, ни их характер, что мы пытаемся выяснить уже второй год, благодаря широкомасштабным раскопкам, которые были начаты прошлой осенью. Все узнайденные подчас раскопок будут переданы в Институт истории Национальной академии наук, где экспонатами займутся в ученые. Кажут, что по арестках того же посуду можно будет установить на вот прикладную колькость тогочасного населения. Одна со знаходок бронзовой иконы Ростов Христова в ученые относите ей до 18-го стагодя достатково редкая речь, якая надежала верогодне за все тагочасному местовому священнослужителю. Сирот знайденных, а так само кули от сброи 18-го стагодя и реческих перстенка, кали мерковать по им, тагочасное прагажение отдавали перевагу рачному жемчугу. Лоевские краизнавцы в уголе ведьми спадяются, что раскопки допомогут написать новые сторонки местовой истории. Перший вспомин об Лоеве у письмовых крыльницах относится до 1505 года, а ли поселища тут исновала и ранее. Это сегодня Лоев – городский поселок. А в том же 16-м стагоде и он одним из первых на территории сучасной Гомичной отрымал Магдебургское право, что свечало об его статусе як бойного центра вытворжести и грошово-товарного обмену. Среди Гомичской области Лоев – один из первых городов, получивший это право. Позднее получил Мозырь, а еще более позднее время получил город Гомель. И, конечно, это говорит о том, какую историческую роль играл этот город. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева.